Всем привет! Всем привет! Привет еще раз! Мы так проверяем, раз-раз, слышно ли нас? Каждый третий... Слышит ли нас Кёльн? И там весь зал должен такой... Мы не видим ваших рум. И мы с Сашей на экране. Ну, если серьезно, мы в Москве, наши коллеги в Кёльне. Мы, естественно, будем упоминать их добрым словом через каждые пять минут. Мы наказаны, поэтому мы не поехали. Мы заперты в комнате и смотрим, значит, трансляцию по интернету. Собственно, мы в таких же условиях, как и вы, дорогие зрители. С вами в студии Виктор Зуев и Александр Коныгин, у которого сегодня, кстати, день рождения. Ура! Ура! Поэтому я заказываю песню. Что там играешь сейчас? Специально для тебя, Саш, да. Поэтому, на самом деле, ты можешь не вести сегодня эфир и отдохнуть. Я буду петь и танцевать. Да, за тебя. Друзья, мы наблюдаем тоже, что и вы, загадочную, издалека, мне кажется, такая черная планета. Мы готовимся сегодня к пресс-конференции Electronic Arts. И если по-серьезному, то, Саш, давай обсудим, что мы, собственно, от нее ждем. В первую очередь, давай вот я начну. Чего я не жду от нее? Это, конечно, огромного вала спортивных игр, которого мы видели уже на Е3. То есть, в принципе, конечно же, он будет. И мы все знаем, просто мы все прекрасно знаем, что Electronic Arts является лидером в этой области. И, по большому счету, каждая FIFA соревнуется с FIFA G. И здесь, фактически, такая внутренняя конкуренция Electronic Arts. Я супер поздравляю. Я уверен, что следующая FIFA будет лучше предыдущей. Все это клево. Но вот как ты думаешь, будет ли вот какой-нибудь такой крышесносящий анонс? Крышесносящий, спортивный анонс? Нет, 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 нет. Ну, как стало недавно известно, был найден на официальном сайте выставки файл PDF-ный. Секретный материал. Да, он, на самом деле, совершенно не секретный, потому что это официальная информация. И в ней были написаны все игры, которые будут на выставке со своими издателями. И там вот у Electronic Arts затесалось, между прочим, Dragon Age 3. Ура! Вот я жду. Многие не ждут, поливают грязью великую RPG, великую серию. Эта информация не подтвержденная. Более того, сайт Eurogamer связался с устроителями выставки. Они сказали, что это якобы ошибка. Но мне кажется, что такая ошибка не может быть. Ну и плюс, ты же понимаешь, что это нормальная реакция на утечку информации. Да, поэтому давайте будем ждать. Будет это основной интригой. Ну и помимо Dragon Age 3, я думаю, что может быть еще что-нибудь. Я на самом деле очень жду Metal of Honor, потому что я вот видел мультиплеерный режим, он мне очень понравился. И я надеюсь, что будет прям очень круто. Ну, не разделяю твоих, на самом деле, увлечений. Ну, посмотрим. Ну, это, кстати, здорово. Ты ждешь Metal of Honor, я жду Dragon Age 3. Что ждете вы, дорогие зрители? Мы читаем ваши комментарии. И, соответственно, так же вместе с вами слушаем вот эту вот музычку, которая... Интересно, а зрители, которые сейчас в зале, они так же ее слушают? Потому что я не вижу никаких там телодвижений. Да, о. Кстати, мы начинаем. А вот мы и подошли к моменту. Вот мы видим, как Мастицкий не может найти себе кресло, потому что, естественно, ее занял какой-нибудь восточноевропейский журналист из Польши. Занял его Кирилл Перевозчиков. Нет, Кирилл Перевозчиков, наверное, просто у него отняли все деньги. Немецкие, знаешь, такие панки раскрашенные на площади и не пустили. Вот. Поэтому, собственно, и проводим эту трансляцию, потому что мы не уверены, что наши журналисты, в принципе, еще живы. Смогут что-то написать. Да, да, да. Но, в целом, смотри, Мастицкий все еще не сел. Потому что польский журналист его грубо послал, и он пытается перейти дальше. Польский журналист занял два места. Естественно. Он и его брат. Его сестра-близнец. Так, ну, затягивает, на самом деле, вступление. А попросили сесть, а видишь, Мастицкий не садится, поэтому... И весь зал смотрит на него. Да, да, да. Фотографирует, записывает. Да, и смотрит так сукаризный. Ну, молодой человек, может, вы сядете уже? А представители компании Electronic Arts смотрят на часы, думают, блин, ну когда же? Когда же можно начинать уже? Ну, смотри, если Electronic Arts все-таки устраивает свою персональную пресс-конференцию, ну, вряд ли они будут дублировать E3. Ну, сейчас не те времена уже. Электрон, мне кажется, насколько я знаю, всегда привозят на следующую выстку всегда новые версии. То есть даже если эти игры уже были на E3, здесь будут новые версии с новым контентом. Ну, может, даже не то, что особая политика. Прям совсем новые версии, скажем так, но другие уровни, другие эпизоды. Ну, другие, да, другие уровни. Да, так что в любом случае зрелище мы получим, но мы ждем большего. Мы ждем просто-таки анонс, который, не знаю, заставит нас сорвать микрофоны и скакать друг на друге. Ну, такая немножко утопия, потому что на выставке Gamescom, по-моему, не было никогда таких громких анонсов. Ну, времена меняются. Все-таки, извините, это не... Ну, кстати, да, вот стоит поговорить, в принципе, что такое выставка Gamescom. Главное ее отличие от Electronic Arts, это то, что Gamescom это фактически игра-мир. То есть выставка для посетителей. Да, это выставка для пользователей, она нереальных размеров, она больше и три раза в четыре, наверное. И там огромное количество немецких подростков, которые сносят дверь и кричат «Шметерлинг!» и смотрят все игры подряд, и носят огромные рюкзаки, собирают туда лут, всякие брелки, флешки. Ну, естественно, польских детей тоже немало, благо соседей. То, что происходит у нас на «Игромире», но в еще большем масштабе и на немецком, и с пивом, естественно. Естественно. Я, собственно, и хотел к этому подвести, что для любителей пива есть Oktoberfest, любители игр в Германии, в принципе, в Европе есть Gamescom. То есть, по большому счету, это огромное шоу, то есть, помимо игр, там, и концерты, и развлечения, и прочее, ну, как я уже сказал, действительно напоминает наш «Игромир», только в гораздо больших масштабах, потому что туда влечены, в принципе, все европейские страны. Между прочим, про пиво у Кёльна, где проводится эта выставка, есть собственное пиво, оно называется, по-моему, «Крольш», и подается в таких небольших бокалах, 0,4, считается, что вот эта вот маленькая порция как раз может быть оптимальная, чтобы раскрыть вкус напитка. Ну, вот я представляю себе сейчас перевозчиков, который за десятой пробирочкой этого «Кролша» засиделся где-нибудь на верандочке, он говорит, что-то, вроде ничего. Да-да-да, и знаешь, какая-то мысль томила Кирилла, и он сегодня мог понять, что же не так. Он очень быстро перестал. Он уже мешает ему расслабиться и наслаждаться кролшем. Кстати, музыка затихла, но пока... Гробовая тишина наступила. И сейчас Dragon Age 4. Да, перескочили. Сразу, чтобы не мелочиться, чтобы такой «ух!» показать анонсенс. Я надеюсь, картинка не зависла, а то знаешь, что прошел час, мы уже все просто языки у нас завяли от шуток, а мы сидим смотрим на тёмный экран. Мы будем читать комментарии. Будем читать комментарии, да. На сайте трансляция идёт, а у нас тёмная картинка. Посмотри, есть ли там движущиеся, в принципе, тени. Мастицки нам не машут, нет? Всё в темноте и ничего не видно. О, вот оно! Началось. Так, ну что? И начинаем мы сразу с моха, я так понимаю. Нет, это же Army of Two! Боже мой. Как всё-таки милитари игры похожи друг на друга? Нет, но как только показали маски, сразу же стало понятно. Маска — это главный фетиш, да, Army of Two! Да, между прочим, там была в первой части крутейшая тема, когда отдельной кнопкой можно было взять так нежно оппонента за шею и стукнуть его лбом маской, так БАУМ в лоб ему, очень круто было. Кстати, да, мы и так в неё играли, то есть никаких перестрелок и прочего. Главное, добежать до противника и, в общем, в рукопашечку его заложить. Ну, согласитесь, эти перестрелочки, бах-бах, пиф-пиф, тем более с прятками. Мне первая часть очень понравилась, но... Кстати, интересно, как она звучит? Army of Two-Two? Army of Two-Two! Army of Two-Two! Я прошёл первую часть с другом, потому что вот играть вдвоём, пихаясь перед диваном, это очень круто на спритскрине. Ну, это не сенсация, в общем-то. Да. Но аплодисменты вполне заслужены. Вот нам режиссёр подключает отдельный монитор, чтобы мы видели. Теперь у нас всего 3-4... У нас 5 мониторов с трансляцией. В этом, надеюсь, мы ничего не пропустим на этот раз. Да. Но Переводчикова и Мастицкого не вижу ни на одном, так что режиссёр, дайте, пожалуйста, зал. Отдельную картинку с Мастицким, мы там волнуемся. Мне кажется, что вот на большом мониторе у нас есть некоторые запоздания, поэтому давай смотреть на небольшой. На маленькой. Окей. Да, ну, собственно, вы всё слышите сами. Идёт рассказ, чем Army of Two-Two будет отличаться Army of Two-One. Ну, вот я вырвал, да, сразу из его речи про Mass Destruction, то есть массовое уничтожение всего, что будет у вас на пути. Ну, то есть, кстати, заметьте, цифры 2 действительно нет, потому что они тоже, понимаешь, всё было бы смешно. Не новое абсолютно это про Mass Destruction, но... Абсолютно. Это мы и так ожидали. Ну, на самом деле, когда речь идёт о сиквелах, я по большому счёту, несмотря на то, что это, конечно, грустно, но я поддерживаю, потому что игра вышла много лет назад уже по нашим современным динамичным меркам, и мы же не будем доставать Army of Two, да, и стирать с неё пыль. Ну, пришло время поиграть в новую версию. В новую версию, да, и это, мне кажется, вполне оправданно, логично. И ломать пальцы, и кричать, что мир рухнул, я считаю, что это, ну, как... А вот как раз показывают кооперативный режим, когда... Режим, в котором и имеет смысл играть в Army of Two, потому что... Да, причём, заметьте, сидя именно на одном диване, то есть ваш напарник, он не должен быть разделён там сетью или находиться в другом городе. Самый смак в Army of Two играть именно вот так, как показано на экране, когда вы сидите в одной комнате, потому что тычки, пинки, обзывательство, спичь, да, это всё входит в комплект. То есть без этого вы получите только 60% удовольствия, не забывайте об этом. Вот именно так, я помню, мы рубились, и смотрите, как только они сходятся в одной точке, экран, соответственно, превращается в один. Да, ну это, кстати, используется во многих играх. Вполне так разумно. Я не понимаю, куда они стреляют, очень темно. Это вот нормально? То есть то, что они ходят в полной темноте? Ну, ты же понимаешь, да, то здесь... Нет, на самом деле, смотри, мы сейчас немножко ввели заблуждение, нет, экран просто разделился. То есть убрали сплитскрин. Потому что мы видим, что напарник убежал по лестнице, а экран не разделился. Значит, сейчас просто показывают одного. Но, как я уже говорил, что сплитскрин вполне здесь работает. Вот начинается это замедление. Ах! Всё, что мы любим. Всё, как в старые добрые времена. Я думаю, что от этого замедления при открывании двери мы не избавимся, наверное, уже никогда. Да, меня, кстати, и не парит, по-моему. Ну, почему нет? Плохая фича. Босс-вертолёт. Которую нужно сбить маской, естественно. Я думаю, подбежать и по лопасти так... Нет, я думаю, босс-вертолёт от создателей, босс-вертолёта 3, 4, 5, 6 и 8. Это свои оказались. Как всегда, неважно, с кем воюют армию в Ту. Вообще. То есть это могут быть пришельцы, это могут быть вегетарианцы, это могут быть, я не знаю, лесбиянки, кто угодно. То есть главное, впереди кто-то появился... О, смотри, какая классная штука. Он посадил напарника в вертолёт, и тот теперь его саппортит с воздуха, а первый персонаж бегает отдельно. Очень круто. Мне кажется, вот как раз вот здесь диван решает, кто сядет вертолёт... Overkill available. Да-да-да, кто сядет вертолёт, решается короткой потасовкой. Коротким хуком на диване. Такой, ты по земле. Хорошо, хорошо, отпусти мою руку. Или ещё... В какой-то момент был джойстики выключать. Пока он там задевался, то ему так... Вот камера переключилась на парне в вертолёте. Он играет Call of Duty style. Кстати, отличное, да, совмещение. Кстати, при этом Friendly Fire, видимо, нету, потому что... Да-да-да, вот вернулся режим на одном экране, кстати, вполне играбельно. Смотри, вот Army of Duty, чем она отличается от многих подобных игр с кооперативом. Ну, естественно, в неё можно играть одному, неважно. Но здесь вся сюжетка заточена под кооператив. Во многих играх кооперативные режимы, значит, включают отдельные уровни, отдельные миссии, ещё что-то. То есть, в целом, сингл, он как бы сингл. Нет, ты же помнишь, что в первой части появилась так называемая система агро, которая есть в онлайновых играх, например. И здесь это был первый раз, когда он появился в шутере. То есть, один из героев может специально привлечь на себя внимание противника, пока другой заходит им в спину и там раскидывает гранаты там под задницей. Ну, да, система агро, система агро, но, тем не менее, ничто не мешало просто с криками. А вот нам показывают эту вот разрушаемость, да-да-да, безусловно. Ну, мы видим, что, в принципе, вот эти все башни и все разрушаемые объекты, они напрашиваются прямо, да, для того, чтобы их расстрелять. То есть, они фактически прямо появляются перед прицелом. Ну, как бы, да, хороший трюк для того, чтобы игрок увидел всё. А не только, не знаю, увидел бы на ютюбе, что, а, чё, оказывается, вон ту трубу можно взорвать. Ох, нашего братюня-то там сбили, смотри-ка. Ну, я думаю, что это срежиссированная, да, сцена невозможно, наверное, всё-таки умереть на этом вертолёте вот таким образом. Ну, как-то, я думаю, возможно. Ну, он живой, то есть, не-не-не. А, смотрите, вот. А, мы сейчас его будем спасать. Конечно, конечно. Вот оно. Вертолёт, кстати, ждал, ждал, ждал того момента, когда мы подойдём поближе. А вот это босс вертолёта. Дизайн масок, кстати, изменился. Да. Я так понимаю, что маски опять можно будет покупать разные. Смотри, смотри, смотри. Один в висячем положении стреляет, другой, соответственно, выше находясь. Угу. Ну, это идеальная вообще, в принципе, игра для двух братанов. Вот, вообще. Ну, она этим и ценна. То есть, мы за это и любили первую часть. Ну, в принципе, есть... Вот это хорошо. Да, да, да. Браво, браво. Винтом в камеру. Браво, браво. Неплохо, да. Нет, есть же Gears of War. Но, ребят, Gears of War всё-таки в одиночку играется вполне и легко. Вот. Здесь, если у вас есть братюня, то вперёд. Кстати, мне очень нравится вот такой формат подачи презентации. То есть, буквально кратенько, что, ребят, мы сделали новую версию игры, она будет офигительной. Между прочим, Питер Мур появился. Я просто в шоке. Не последний человек далеко. Безусловно. Но согласись, что когда показывают, ну что ж, товар лицом, мы же на ярмарке практически, в Кёльнской. Она, кстати, так и позиционируется. Позиционируется, конечно. Меньше слов, больше дела. И, в общем, представление Армии в Ту мне очень понравилось. Странно, что с неё начали, между прочим. Я вот ожидал первую игру и видеть что угодно, но не она... То есть, ты думал, что это понарастающе, да? Ну да, мне казалось, что это такой довольно энергичный тайтл. Ну, сейчас мы пропускаем, честно говоря, мимо ушей вот этот такой, скорее всего, финансовый. Обязательно идут общие слова об успехе, обязательно короткий брифинг о том, что будет дальше. И вот НХЛ-13. Интересно, а как они сделали, что он ездит на коньках? А как... Причём это не ролики, заметьте, обычные коньки. Ну, как это сделал Дима Билана на известном выступлении в Евровидении, то есть всё хорошо, подготовились. Да, молодцы, молодцы. Естественно, это... Это не хоккеист. Нет, это стоп, погоди. Не-не-не, это сейчас напишет, кто это. Вот, это General Manager. General Manager, ну да, я увидел, что по фигуре, посмотри, как на нём мешковато висит форма. Вот, ну, просто мы за НХЛ не наблюдаем. Ну как? Ну, кроме как за Овечкиным, конечно, и Малкиным. Вот, а в целом поддерживаем КХЛ. Я лично болею за Витязь, так что болеем за наших, а НХЛ, как бы, пусть ездит зарабатывать деньги и возвращается к нам. Ну ладно, минутка патриотизма закончена. И переходим к НХЛ. Ну, опять же, как я уже говорил в начале, что спортивные игры от Electronic Arts соревнуются всегда со спортивными играми от Electronic Arts. Да, потому что эту серию уже, по-моему, ничто не... Её, в принципе, ничто не сломит. И всем известный Георгий Добродеев из «Адовой кухни» является адским фанатом НХЛ предыдущей версии. Я думаю, что он с таким же фанатизмом переключится на НХЛ-13. И, собственно, по его рассказам я видел, как он играет. Ну, там, действительно, от анимации до всего. И главное, знаешь что? До онлайна. То есть в НХЛ онлайновый, причем Добродеев играет на PS3, божественно, и проводил ночи. То есть здесь все, кто, в принципе, увлекается хоккеем или у него есть завалявшийся НХЛ, я не знаю, там, 0-9, например, можно смело брать финанс. Естественно, рассказывают, что будут все известные команды. Вот, нас интересует, в первую очередь, включили ли они КХЛ. Но я вижу флаг России, но не уверен, подписали ли они соответствующие лицензии. Ну, об этом мы поговорим с российским представительством Electronic Arts. Ну, в предыдущей версии этого не было. Вот, соответственно, ждем, ждем, ждем. Ну, все-таки КХЛ это как бы конкурент НХЛ. Я понимаю, что сейчас как бы в разной весовой категории, но тем не менее. Могут не подписать по политическим причинам. Опять мы ударяемся немножко в другую сферу. 750 игроков. Ну, что, остается разводить руками и говорить, что, ребят, ну да, да, вы боги хоккея. И мне кажется, что... Смотри, для меня, как человек, который не играет в спортивные игры, не понимает в них практически ничего, всегда было загадкой, что же можно в каждой новой серии, а она, извините, уходит каждый год, делать что-то такое принципиально новое, чтобы игроки снова и снова говорили, блин, ну вот на этот раз круто. И вот я знаю, что FIFA, она идет как бы двумя дорогами. Первая, это, естественно, повышение реализма происходящего, то есть это физика ведения мяча, там, передачи и прочее. И вторая, это такая попытка сделаться социальной сетью для людей, которые... Вот, 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 вот. Которые любят спорт. Именно об этом и речь. Вот, вот, сейчас мы видим опять, да, что это true performance skating, что это все натуральное, все очень круто. Но они сейчас ударяются скорее больше в сервис. То есть задача сделать игру и онлайн, и все, что окружает, такое, чтобы ты чувствовал себя, ну, максимально комфортно, как будто ты включил телетрансляцию. Вот, но мне кажется, это же очень правильно. То есть это правильно даже для тех людей, которые там, может быть, не любят играть, а, например, любят смотреть. Представляешь, ты делаешь трансляцию двух там известных чуваков в хоккее и прям следишь за ней, ждешь ее. И понимаешь, ну, естественно, это может быть трансляция по любой другой игре, но по хоккею это именно такой телевизионный хоккей. Я сейчас слишком сложно, наверное, выразился. Сложно, сложно, да. Но если как бы перефразировать, если я правильно тебя понял, то, в принципе, ты фактически говоришь о том, что человек посмотрел хоккейный матч, потом включил игру и, в принципе, разницы не заметил. Да, да, да. Даже в ракурсах камеры, как это все делается. Но и плюс еще, конечно, игровая составляющая, безусловно, доводится до совершенства. Всегда есть что улучшать. Всегда. И, как я уже сказал, в первую очередь сервис составляющий, чтобы ты мог онлайновые матчи одной кнопкой вызывать, чтобы играть с друзьями и играть прочее. Но при этом все-таки, конечно же, увлеченность хоккеем, хотя бы какой-то интерес, но он должен быть. Ну, естественно, безусловно. Тут, на самом деле, никто не говорит вам, что, черт возьми, вы после того, как вы посмотрели эту презентацию, побежали и сразу заказали НХЛ. Нет, если вам хоккей, в принципе, не интересен, ну, как бы, электроникарст на вас и не рассчитывает в этом плане. Ну, я думаю, что хоккей, в принципе, может быть, не настолько интересен у нас. Ну, кстати, ты сейчас как бы... Я говорю, не настолько интересен, как, может быть, где-нибудь там в Америке интересен, во что они там играют, и регби, как это называется. А, американский футбол. Да, американский футбол. Вот там это бешено, бешено популярная игра, не это именно американский футбол. Американский футбол, да, да, Мэдден, да, Мэдден. Да, да, электроникарст его тоже делает, и это невероятно популярная игра, которая подается миллиардами этажов. Мы увидим, Мэдден на 13, мы увидим, конечно же, сегодня, и, как я уже рассказывал на предыдущей трансляции. На Xbox, кстати, демо появится этой игры на один день почему-то раньше, чем PS3. Ну, потому что NHL — это американская лига, Xbox — это американская национальная приставка. Как ты думаешь, есть здесь связь? Странно, странно. Слушай, а если это джейнел-менеджер, он все-таки, думаешь, специально учился кататься на коньках? Ну, ты знаешь, честно говоря, он проехал как днище, если уж будем откровенными. Ну, я бы вот и так не проехал. Не, не, ну, погоди. О, Need for Speed. Ну, собственно, слушай, заметь, вот я уже не первый раз вижу во время вот подобных презентаций, они все-таки как-то их в разнобой. Нету вот этого вот накала, как ты, наверное, предполагал, от, скажем так, проектов таких более-менее так проходных. Ну, как бы, в случае Electronic Arts сложно это говорить, более-менее проходных. Спокойных. Да, ну, скажем так, от спокойных до повышения градуса. Нет, нет. Хорошо, а давай-то поспорим сейчас, что будет последним. Последним? Ну... Crysis. Medal of Honor. Последним, я думаю, что или громкий анонс, или, на самом деле, да, Crysis, ты прав. То есть обычно заканчивать предпочитают, ну, кроме Nintendo, естественно. И, на самом деле, есть очень странный, в случае с Electronic Arts есть очень странный такой феномен. Они издают SimCity новый, который невероятно популярен в Америке. И когда сейчас его, например, покажут, я думаю, в зале там будет стоять вой. То есть эту игру все помнят, но мы бы, наверное, на фоне ее Crysis и Medal of Honor того же посчитали бы более спокойной игрой. Согласен. А вой в каком смысле будет стоять? Потому что это Европа, это все-таки не Америка. Тем... Не знаю насчет популярности в Европе, мне просто скажут, что там тоже довольно популярная и известная игра. Нет, то, что она известная, никто не спорит. Так, а мы проболтали, на самом деле, трейлер Most World. Ну, там ничего было комментировать, потому что... И главное, что нужно было заметить в этом трейлере, это то, что у каждой машинки было имя. Это говорит нам о чем? О том, что на мультиплеер составляющей будет сделан колоссальный упор. Да. Что, в общем-то, мы видим практически во всех играх. Я видел эту игру на E3 в Лос-Анджелесе, и там состоит вся фишка в том, что больше не нужно переходить в отдельное меню, чтобы поиграть с друзьями. То есть ты катаешься по городу, потом заходит внезапно в игру Виктор Зуев, и он такой, чувак, а ты где? И я такой, раз, и подъезжаю к тебе на своем красном Камаро, и прилагает сразиться. Я думаю, это имелось в виду. То есть отныне, чтобы погоняться, не нужно куда-то отдельно идти, в лобби, забиваться, ждать, пока присоединятся другие игроки. То есть я вижу по Xbox Live, что ты находишься в игре, и такой, хопа! Ты просто нажимаешь присоединиться ко мне, попадаешь в тот же город, где я уже катаюсь и выполняю свои задания, и вперед. И начинаешь тебя таранить, подрезать, там, знаешь, бибикать сзади, кричать, куда едешь, вот это вот все начинаю. Вот, на Маруси, естественно. Да, Маруси будет не в игре. Ну да, Маруси будет в Need for Speed World. Но начало, что называется, положено. Начало было положено еще тогда, когда российская группа Токио, по-моему, записала саундтрек впервые российский. Я хоть вот не помню, русскоязычным было или нет. Ну, то есть, смотри, мы так постепенно прорываемся. Вот смотри, это разве не УАЗ, например, сейчас нам демонстрируешь? Как ты говоришь, продавить МИД? Постепенно давим МИД. Пушим, да, пушим. Сначала мы пропушили русскую группу, сейчас пропушили Марусю. Марусю, да. И глядишь, скоро работы АвтоВАЗа. Скоро появятся маршрутки. Маршрутки, да. Маршрутные такси. С Need for Speedом, кстати, есть одна известная довольно фича в интернетах этих ваших. Удачные и не очень серии игры следуют одна за другой. Начинается с первой, потому что первая была офигенно удачная и офигенно прибыльная. Первая, вторая была не очень удачная, третья была крутая. Четвертая так себе. Так вот сейчас та, которая делает критерии, она должна быть очень крутой. А, ну это вот такие статистические выкладки. Вот то, что сейчас показывают на экране, это пробитие рекламного щита машины. Это одна из дисциплин. То есть ты гоняешься с другом, прыгаешь на пандусах таких, вот выяваешь рекламные щиты. На рекламной щите был как раз Петермур, кстати. На дорогой машине, да, конечно. Самое лучшее занятие на дорогой машине. Да, машины там мнутся, все нормально. Ну и собственно нам показывают мультиплатформенность. Это одна из тоже главных тенденций современного игростроя. Это выпустить ее максимально вообще на всем. То есть смотрите, начиная от ПК хардкорных, заканчивая, обратите внимание на джойстика и телевизор. Интересно, это имеется в виду облачность или... Да, это Cloud Complete, это и есть облачность. Ну вот да, оно есть. Там не только джойстик, там еще и телефон. Телефон, да. Обратите внимание, что на андроидике... И Vita, по-моему, да? Ну, не знаю, как это отразится на геймплее, потому что все-таки играть с джойстиком или играть на ПК это одно, а играть на планшетике совсем другое. То есть возможно, что называется, будут плясать о самой популярной платформе. А популярная платформа это все-таки телефоны. И как бы это ни отразилось бы на управлении, чтобы не давать преимущества, понимаешь, одно или другое. Пока управление там довольно такое аркадное, то есть NFS-PIT никогда не был симулятором. Нет, никогда не был, безусловно. То есть это вполне такой... Ну, кстати, выглядит он все еще очень круто. Такой все еще очень круто? Нет, ну просто с того момента, когда я его видел, он выглядел круто. Я боялся, что мало ли там что-нибудь, может быть, испортили, или у меня уже глаз замылился, но все равно выглядит очень клево. Ну, кстати, едет на Астон Мартине, ну то есть как надо. Все как надо, да. Я, кстати, вижу, что трансляция начала распадаться на квадратики, это нормально? Сейчас вот сейчас нормально вроде все стало, опять вернулось. Ну, это не зависит от, конечно, пресс-конференции Electronic Arts, это что-то... Сигнал, да. Нет, ну естественно, это не Electronic Arts, я думаю, это там местные какие-нибудь компании, которые предоставляют им... Вот, ты сейчас приехал на ивент, который был создан другим. Как бы игра создает ивенты, когда в одном месте кучкуются люди. И вот там делается какая-нибудь гонка. Зачем человек при этом держит джойстик, хотя показывают за ним заставку? Ну да, мы замолчали с Александром, потому что мы смотрим на... Просто кровавый экран, и пытаемся понять. Иди, 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 что там происходит. А, вот, все, поехал. Это вот он вступил в гонку, то есть он с друзьями скучковался, они подгрузились как бы в его игру, и такой вперед. Ну, естественно, он всех сделал, потому что все-таки, знаешь, не последний человек в разработке. Да, он просто остальных взял и уволил. Ну, да не, не, зачем? Это знаешь, как бильярдные такие попадаются, такие проигрывают пару матчей, ну, давай на денежку, что ли, так, хопа. А он оказался, не знаю, создатель бильярда. Создатель бильярда, а здесь то же самое. Создатель НФС такой. Ребят, сыграем, я что-то такой... Я первый раз играю. Я первый раз вижу гоночки, в принципе, неплохо. Ну, давайте, ну, там, по стольничку начнем, как бы. Вот он сейчас разбил щит, и по этому поводу ура. Получил за это, наверное, бонусы, которые в итоге выльются в ачивку. Разбиватель рекламных щитов. Реклама ненавистника. Разбиватель Питера Мура. Кстати, это интересная фича, потому что, вот, когда едешь на дачу по Симферопольке, там огромное количество уродливых щитов. У тебя желание, например, разогнаться туда. Именно, именно, именно. Сносил бы подряд просто. Вот полиция появилась сейчас. Мокрый асфальт, как всегда. Вот анимация мокрого асфальта, это самое, по-моему, лучшее, что есть в гоночных играх, подобного ААА-класса. Причем, смотрите, этот мокрый асфальт на протяжении, не знаю, десятков километров, но, конечно, так смотрится выигрышней, чем просто серая, да, залитая текстура. Ну, как обычно, будут, я думаю, разные режимы погоды. А там что-то, дабстепчик, да, на заднем фоне-то играет? Ну, как положено все. Ну, по-моему, это не дабстепчик, но что-то похожее. Полиция, кстати, беспомощно переговаривается и ничего не может с нами сделать. Итак, ну, первое место, как и ожидалось. Странно, и так, конечно, скромно улыбается, такой, хо-хо, случайно победил. Да-да-да, забрал деньги и ушел. А, и здесь еще очень важный момент, что так как это все проходит в открытом городе, то гонка после финиша не заканчивается. То есть ты сейчас видел, что он с друзьями встретился, они вступили в один ивент, проехали трассу, он получил очки, вышел из гонки, то есть сейчас он играет один, а полиция, которая за ним гналась, она такая стала. Продолжает гназать. Да-да, то есть вот опять он пробил петербургура. Что же они так и не любят? Вот. Ну что, неплохо. И вот так вот заканчивается демка. А, камон. Не верю, что он играл, но ладно. Ладно, это мои личные какие-то подозрения. Да, почему нет? Вот, ну, не знаю. Мне всегда интересно, они же играют практически один раз на публику, а вдруг у тебя рука дрогнет, и ты вылетишь вообще в кювет и покажешь игру с, скажем так, с плохого. Ну, они же готовятся для этой же важной репетиции. Так, генеральный прогон. Чтобы к завтрашнему ню 30 раз прошел демо. Чтобы проехал прямо му. Это что такое Battlefield? Я прослушал. Итак, он говорит про миллион игроков в Германии, которые присоединились к боям где? Ну, Battlefield, я думаю. Ну, раз самолет, то явно. Ну, не Metal Phone уже. Почему он не говорит, что это? Ну, фростбайт-энжин, да. Ну, все, понятно, но. Да, ну, Electronic Arts как бы хорошо выступила с Battlefield и решила продолжить свой успех на Metal of Honor. В принципе, я думаю, для Metal of Honor это отличный такой поинт, что уже есть батла. То есть... Жесть на колоперец. Да, да, да. Теперь игроки... Так все-таки это сейчас про мох, да, Рич? Да, да, да. Сейчас это Warfighter. Да, это самый аутентичный военный шутер. Ну, так, естественно, говорят все, я думаю, даже создатели Снайпер-элит. Да, естественно, здесь в игре будет огромное количество всяких спец... Солдат. Нет, спецгруппировок. Спецгруппировок. Все, где-то, знаешь, Альфы там и прочее. Альфа, Аль-Каида. Ну. Если это не спецгруппировка, значит, пусть мне кинут гранату. На самом деле, история Metal of Honor полна трагических страниц. Потому что это один из первых шутеров, который показал, что такое кинематографичный шутер. Я как раз и хотел сказать, что она... Call of Duty спихнула его с педестала, причем вот отпинала под столом. Вот. И все. И Metal of Honor с этого момента в соплях кровавых она не могла подняться очень долго. Помнишь Metal of Honor, который вышел в прошлом году? Да. Он же практически был, я не знаю, кто его заметил, ну, конечно, определенная аудитория заметила, но играют в Battlefield и в Call of Duty. Не, понимаешь, серия начала как бы уникальный свой путь и собрала все грабли, потому что она первой проходила его, и как бы не было примера. А вот сейчас, мне кажется, они так здесь, знаешь, обиделись и сказали, не, а мы сейчас сделаем вот так же, как у вас, только круче. И собрала все, что есть сейчас крутого и... Сараева. Да, здесь будут, значит, боевые действия во всех точках земного шара. Вот нам показывают разные спецотряды, как это назвать? Как это правильно называется? Спецгруппы, спецподразделения. Спецподразделения разных стран. И вот, значит, все... Ну, я смотрю, что здесь упор на реализм, потому что, допустим, ну, показывают Сараево, который является до сих пор, в общем-то, довольно неспокойным местом. Я бы не поехал туда отдыхать. Да, да, вот Филиппины. Вот. Косово, опять же, и прочее. Ну, слушай, ну, такой тоже момент есть. Я понимаю, что сейчас я включу такой говноедств, уж простите за выражение, но... Такие живые горячие точки делать такими веселыми игровыми площадками, ну, фиг знает. Ну, видимо, здесь есть ставка на то, что это вот... Босния. Суровая правда военная. Вот так вот выглядит война. Но тут же не только мультиплеер все-таки. Здесь не только мультиплеер, естественно. Здесь есть... Ну, посмотрим, как они это все объяснят, потому что... Обычная синглплеерная часть. В мультиплеере, кстати, есть очень прикольное деление на как раз классы. Классы представлены этими так называемыми отрядами из разных стран. А, ну вот мы видим, да, шесть классов. Ну, классы, да, это интересно, но опять же, ну... Было-было, никто не спорит, но это же... Я говорю, это сейчас просто взяли, плюнули и сделали, как популярно. Ну, правильная позиция. Да, ну, Medal of Honor потерял, конечно, фактически свой облик уникальный и прочее. Потому что только сейчас серия Medal of Honor, если сложить из все вышедшие истории, я не могу сказать, какая из них, получается, главная. Вот можно долго, короче, пинать Call of Duty, но у них выстроена история от первой до последней части. Это реально видно, что это один бренд. С Battlefield такая же история, видишь, а Medal of Honor практически приходится начинать все сначала. Ну, как говорится, все потеряно, кроме чести. Ну ничего, главное. Вот, Medal of Honor. Ну, нет, ну, само название осталось, и мы помним, что, в принципе, ему много лет. Ну, это уже много чего стоит. Так, мы видим название Simpsons. Да, я, честно говоря, прослушал, о чем речь. Ну, мне кажется... Он сейчас повторил возглас фирмы Гомера. Ну, получилось, натянутый немного, но... Ты такой, ну... А, это игра для iPad'ика. Вот заметь, да, вот как они делают в разнобой. Вот реально, ведь нет, чтобы начать с игры для iPad'ика. Это не то, что, значит, игра для iPad'ика, там, и сразу в мусорку. Не-не-не, не так. То есть, в принципе, на разных платформах разные игры. Но, согласись, по трудозатратам, по вложениям, все-таки Simpsons Tied Out, эта игра, она, ну, не соотносится ни с Army of Two, да, и с Warfighter'ом. И почему-то ее вот прям в середину, да. После, казалось бы, игры, которые все такие, вау, Medal of Honor, там, просто... И сейчас из экрана доллары на нас летели. Вот. И так, как будто, знаешь, как на американских горках, так, резко вниз. Я боюсь, что вот такие игры, как Simpsons для iPad'а, они зарабатывают на такие игры, как Medal of Honor, чтобы их делать. Это хорошая цитата, на самом деле. Вот, я думаю, что прямо надо вынести на обложку. Слушай, а такие игры зарабатывают на Medal of Honor, это правда. А, между прочим, эта игра уже была в App Store. Не очень понимаю, почему я сейчас показываю. Это какое-то дополнение, что ли? Так, погодите, это ферма, что ли? Ну да, это такая ферма, она уже была в App Store, то есть ты играешь, делаешь Springfield свой, строишь домики, там появляются герои. А, ну, понятно, в общем-то. Мне очень понятно, почему ее сейчас показывают. Я, правда, не сказать, что как бы слежу за этим очень сильно, но вот эту игру я скачивал, смотрю. Ну да, абсолютно картинка знакомая. Мы видим, как из домиков выходит экспо и денежки. Ну, собственно, я не думаю, что... А, теперь у нас improved gameplay. Improved gameplay, да. Но, наверное, никого не обманем и не пойдем против правды, если скажем, что по большому счету, конечно, это же ферма стайл. Ну, кстати, а продумсилен это сорвало, да? Ну, все-таки Симпсоны. Симпсоны, если бы... Я поаплодирую Симпсону. Если бы была такая игра про Family Guy, я бы ее сразу купил. Вот, видишь, как делается все просто. А вот Симпсоны... А вот началась презентация новых возможностей Origin. У Electronic Arts это сейчас главное, фактически, даже вот помимо игр, есть и другое главное направление. Это, конечно, цифровая дистрибуция и такая война со Steam'ом. Ну, она такая велотекущая. Не, я бы не сказал велотекущая. Они, в принципе, повторяют путь Steam'а. Если ты помнишь, Steam' бы тоже не состоялся, не будь у Valve таких хитов, как Counter-Strike. Потому что, чтобы играть в Counter-Strike, ты должен был устанавливать Steam. Да. И он фактически в подключении к серверам. Но сейчас Valve-то, я так понимаю, тоже пушит свою сеть. Пушит, пушит. Но то же самое сейчас делает Origin. У них есть Battlefield, у них есть... Да у них... Да всё у них есть. А, нет, у одного Battlefield'а, я имею в виду в качестве мультиплеера. То есть ты не можешь играть в Battlefield, не подключившись к Origin'у. И будут, 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 да, заставлять всех переходить. Ну, как заставлять? Ну, как Steam заставлял в своё время. Мы уже забыли те времена, когда Steam... Когда ненавидели Steam, реально. Я помню это. Я скоро вспомню. Игра на Steam'е. Вот. Сети подключения к интернету обязательные. Ребята, у нас просто очень короткая память. Это очень удобно, что можно прийти на другой компьютер, поставить там Steam, скачать, зайти под собой. Скачать любую игру и не париться. Да, да, понятное дело. Это я помню только положительные просто. Да, ну, главная фишка, что в любом случае они тоже будут собирать грабли и прочее, потому что запуск такой системы, ну, не может пройти безоблачно. Понятное дело. Кстати, безоблачно. Кстати, сейчас показывают нам говорят о фри-то-плей играх. У Electronic Arts есть два Battlefield'а фри-то-плейных. Один из них... Battlefield Heroes. Да, один из них Battlefield Heroes, а второй, как бы, обычный такой Battlefield, современный. Так вот, Battlefield Heroes, она вышла уже довольно давно, но она совершенно офигенная. Я совершенно недавно ее увидел. Она реально очень смешная и очень играбельная. Ну, она напоминает, давай уж не будем его править, Team Fortress. Да, но это как раз плюс. Это как раз плюс. Ну, в общем, да. Там можно купить, например, попугая себе на плечо. Ну, я согласен, что устаешь от усатого, бородатого и вот этого разгрузочного. Да, да. От слова разгрузка, вот эта жилетка с карманами. Да, да. Такого разгрузочного геймплея вот в этих, в Панамах... Серьезные мужчины с автоматами, да. Вот, честно говоря, особенно сейчас, когда я посмотрел Medal of Honor, я понял, что и Medal of Honor, и Call of Duty обязательно в них буду играть. И уже, знаешь, вот уже, уже такая, есть ощущение того, что со вздохом буду это делать только потому, что, ну, на нашем веку это было уже достаточно много. Вот, кстати, показывают нам SimCity, который, между прочим, тоже очень поощряет общение с реальными людьми. То есть теперь города можно объединять в такие дистрикты, как это по-русски, районы, кварталы, районы, кварталы, в такие районы, да, и помогать друг другу. То есть, например, один строит аэропорт, второй ему там предоставляет... Дорогу строит к аэропорту. Дорогу, да, 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 там вот такие вещи. Строит аэроэкспресс. Там воняет какими-нибудь заводами, четвертый, соответственно, предоставляет коттеджи для людей, которые боятся, что они провоняют заводами. То есть там очень смешно, вот эти все симские человечки садятся в автомобиле, там переезжают из города в город. Вот, такое... Ну, то есть я вижу здесь, да, смесь и SimCity, и SimSoft, и социальные игрушечки. Да. Все вместе. Ну, почему нет? Собственно, Sims всегда... Sims это одна из первых социальных игр, чего уж там говорить. Ну, кстати, насколько я знаю, у Electronic Arts есть и фейсбучная версия. Есть, есть фейсбучная. Меня постоянно спамят друзья всяческими сообщениями об этом. Но вот этот SimCity это полноценная игра для PC, кстати, эксклюзив, между прочим, с очень неплохой графикой и вот этими новыми фишками всякими. Ну да, вот то, что ты говорил, видишь, то есть все города, они вот объединены, да, в такие летающие крепости. Да, но это же, естественно, не... Это схема. Это схема. Это схема. Это схема. Естественно, нам показывают, как это все работает, то есть у каждого свой город, который может объединяться. Да, мы сейчас можем оценить графон, в принципе, неплох. Игра от 12 лет. Да. Зато Billions of People. А, смотрите, карта реальная, то есть мы можем застроить, например, Россию. А можно не застраивать, например, Россию. Можно застроить GreenLine. Эти таблицы готовят тебя ко взрослой жизни и к пользованию Excel. Да, да, вот. Ну, у меня главный вопрос, можно ли к чертовой матери сжечь город твоего друга? Можно. Не знаю, как на счет сжечь, но устроить всякие гадости можно. Можно? Можно присылать к ним огромное количество жителей, чтобы он там завял. Можно плохо следить за криминализацией районов, и тогда к нему будут ездить твои гопники и бить его, хороших жителей. Выходит, на кстати, игра совсем не скоро, аж в феврале 2013. Да, не очень эксайдит по этому поводу, но мы тоже, в принципе, эксайдит. Вот, то есть взорвать город и сжечь не не зная, а вот делать всякую фигню можно. Кстати, заметь, вот эта тенденция с онлайном, она ведет к тому, что, в принципе, разработчики хотят сделать одну, но очень большую игру, в которую ты, по большому счету, должен играть вечно. Вот, если раньше... Пока такая игра смогла стать только World of Warcraft. Да, да, но все к этому стремятся. То есть, если раньше мы проходили игру, возвращались к ней, поигрались с другом, рассказали другу и переходили к следующим. Вот, а сейчас с помощью DLC, с помощью всяких кооперативных режимов и прочего, и подключения онлайна, каждая игра превращается в довольно уже крупный проект. Вот тот же Battlefield 3 со всеми его картами, бесконечными и прочими. Я удивляюсь, что Battlefield 4 так рано анонсировали. Мне кажется, что Battlefield 3 мог хотя бы года два продержаться, и в этом меня немного смутило. Я думаю, его только анонсировали, то есть, как бы, покажут его не скоро и выйдет он не скоро, пока третья батла должна отработать все свои. Ну вот, да. Опять официально. Да, в том-то дело, что в Battlefield можно играть действительно очень долго. Между прочим, всякие новые дополнения для Battlefield очень сильно меняют процесс. То есть, вот одно из дополнений, которые связаны с техникой, я не помню, как она называется, по-моему, Armored Core, если я ничего не путаю. Она направлена на большее использование техники, и там, например, на одном из уровней есть такая стационарная установка на пляже, в которой ты можешь крутить башку и стрелять, то есть она не может ездить. Кто-то стреляет на километров на, там, 500, наверное. И ты, не видя вообще, куда-то стреляешь, так примерно, только, знаешь, там, по карте. Ну, ты должен ориентироваться на подсказки своих сотоварищей. Да, да, да. Ну, это да. То есть ты обеспечиваешь огневую поддержку с другого конца огромной карты проехать, которую насквозь можно там. Да, то есть все меняется и все становится другим. Ну, вот я к тому же, что, в принципе, в Battlefield реально можно играть бесконечно, чтобы стать там отцом и крутым игроком. Нужно действительно посвящать очень много времени, то есть фактически не трачь время на другие проекты. Я об этом, то есть мне кажется, что слышит такая ситуация, что люди разойдутся по проектам и будут оставаться в них по полтора-два года. В принципе, у них не будет времени, чтобы даже отвлечься. Слушай, ну вот эти вот магазины, такие как Steam, Origin и прочее, они на это и рассчитаны. То есть ты поставил себе Origin и ни о чем не беспокоишься больше вообще никогда. У тебя там появляются новые дополнения для твоей игры, которые тебе нравятся, и ты фигачишь вообще спокойно. Ну да, но фишка в том, что пока... Ограничение свободы выбора. Нет, это раз. А главное, что сейчас у меня и Steam, и Origin, Origin, кстати, в меньшей степени X-BLA, и не знаю, вот у меня появится PlayStation PSN. Ты не забываешь, что ты все-таки немножко должен делать это по работе, а вот люди, которые играют так от случая к случаю, мне кажется, им очень легко. Им будут сразу все... То есть вот чем хорош там тот же Steam? Ты зашел туда, и тебе сразу все показывают. Что вышло, какая демка появилась, там что можно посмотреть, кто во что играет. И все это не нужно никуда выходить вообще. Как, собственно, социальные сети, они стали интернетом. То есть ты заходишь в Facebook, и там все уже для тебя нашли. И ролики показали, и новости показали, и скажут, что тебе больше никогда не надо ходить. Ну да, об этом и речь. И нам сейчас фактически вот все то же самое рассказали только в рамках Battlefield, потому что выходит и Premium, и, соответственно, все вот эти дополнения, о которых мы говорили. То есть Battlefield 3 не собирается вас отпускать. Если вы забросили его, то возвращайтесь. Вон, посмотрите, вот это все сейчас обложки, которые были, они касаются Battlefield 3. Мне очень понравилась фишка вот эта вот с премиум аккаунтом, это то, что тебе не нужно сдать больше в очереди. Мне всегда так это раздражало. А здесь ты заходишь, и на, пожалуйста. Ну вот смотрите, в одном ролике сейчас собраны фактически все дополнения. Вот Close Quarters, потом Carcant. Да, как называется этот мод, чтобы... Armored Kill. Armored Kill, да, я сказал Armored Core, извините. Ну что, круто? Да не, круто. Вот я точно знаю многих людей. Вот раньше такие люди играли в FIFA. Вот это была целая каста людей, которые кроме FIFA в принципе ни во что не играли. У них есть приставочка, есть FIFA и все. Вот в последнее время... Вот, кстати, показывает эту хрень. В последнее время стали появляться люди, которые играют, например, только в Battlefield. Ну, действительно, ты посмотри. Ну, то есть у тебя каждая партия не похожа на предыдущую. Вот, с появлением аддонов, да, ты уже можешь выбирать во что, в принципе, какой час у тебя будет матч. И... Пожалуйста, затачивай любой класс, достигай совершенства. И действительно, на это у тебя уйдут часы, и тебе будет не скучно. Часы, дни, месяцы. Я имею в виду действительно вот чистого геймплея, который растянется на годы. Все. Все, все остальные умерли. Дерево разметелось в щепке вообще. Ну, конечно же, у Activision другие мысли на этот счет. Они стараются всячески всех любителей пострелять, заманить в свои сети. Ну, это как Coca-Cola и Pepsi. Кому что ближе. Да. Так, ну что же у нас осталось-то? Dead Space? А, Crysis! Конечно. Мне чем понравился Crysis, вот этот вот новый, тем, что вернули, как в первой части, возможность по-разному проходить миссии. Во второй части они все-таки такие были довольно... Не то что линейные, но как-то, знаешь, мало было вариативности. А здесь ты прям можешь и там и так ползать, и сяк ползать. И это прям очень круто. Ну, и плюс, конечно же, Crysis это всегда презентация движка CryEngine, новые версии. Да, да. И фактически такая витрина. Что можно сделать на движке? Вот я только что вернулся из студии Panzar, где фактически завершили работу над игрой Panzar на CryEngine 3. И мне рассказывали очень много его возможностей, и они прямо в восторге от этого движка. И, соответственно, вот после Crysis многие студии также обратят внимание, что вот нифига себе, что можно сделать. А ты, кстати, вот как думаешь, если в Crysis 3 появился лук, в новой Ларик Крофт появился лук? А, ну я видел, да. Появились луки, вот кто сдает эту тенденцию? Ты знаешь, мне кажется, что с точки зрения геймплея, просто лук прикольнее, чем все пробивающие... В Skyrim появились арбалеты. Все уничтожающие винтовка, да, или какой-нибудь еще огнестрельное оружие. А там луки с разными наконечниками, поэтому они тоже там все взрывают. Безусловно, ну, во-первых, мне кажется, это визуально смотрится очень круто, как он там взял. Вот, ну и плюс, ты же помнишь игру War, Fiv, где, собственно, весь геймплей строился на луке и на разных стрелах к нему. Ну, с разными возможностями. То есть, в общем-то, это уже использовалось в геймплее. Так, мы видим отряд... Пионеров, юных. Пионеров, да. Не очень понятно, что... А, они будут, опять, все мультиплеер будут. Да? Да. Прекрасно. Ну, опять я включаю сомневающегося такого скептика, но не жили у каждого у них мониторчик сейчас внизу? Не, я верю, это дорогая, огромная выставка в Кёльне, в Германии, и они могут сделать так, что действительно у каждого там сейчас мониторчик. Слушай, ну, если это... И они, в принципе, смотрят куда-то вниз. Если это неправда, и у них нет мониторов, ну, вон же видно, что у них есть внизу мониторы. Если бы у них не было мониторов, тогда бы это не имело все смысл. То есть, и все было бы записано заранее, и было бы неинтересно. Ну, мне кажется, что сейчас голову взорвутся от обилия мониторов, чтобы пытаться следить по ней, что на каждом происходе. Нет, но там есть один центральный, и, соответственно, по четыре сбоку. Ну, давайте посмотрим, как они это хотят сами показать. Ну, смотри. Опять же, мультиплейт составляющая. Ну да, ну а куда объединяется? Сингл в первой части, я считаю, был, ну, по крайней мере, интригующим. То есть, можно не любить Крайзис там за многое, но вот сюжет первой части, он во многом напоминает фильм «Хищник» со Шварценеггером, когда ты, особенно в начале, бегаешь с этими спецназовцами по джунглям, что-то невидимое нас убивает. Идят тихо. Да, 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 это очень круто. Вот, вторую часть, я считаю, да, подслили. А, смотри, убитых... Да, 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 видишь, убитых людей подсвечивают. А-а-а, а я сначала не очень понял, почему они разного цвета. Нет, нет, тут все очень хитро, сделано с точки зрения режиссуры презентации, это очень клево. Смотри, мультиплеер со всеми невидимыми штуками. Да, стрелять из лука можно не выходя из невидимости. Вот, кстати. Зачем это в мультиплеере, кстати, кстати, не понятно. Наоборот, это же очень клево, что ты не видишь вспышек и прочее. Ну, и то есть тебя убивают и все, и ты такой... Почему тебя убивают? Ты стреляешь из лука, и никто не знает, откуда ты стреляешь. Так нет, я говорю, кто-то один берет, убивает всех. А, в этом смысле. И ты сидишь, грустно. Ну, а ты, подожди, ты включай какие-нибудь все режимы зрения, там, инфракрасные, там, тепловизор. Это же война будущего, эй. Сразу же двоих. Так, погоди, ну все. Самые крутые все равно... У нас есть победитель. В Крайзисе все равно есть... Самые крутые это пушки инопланетные, которые ты забираешь у этих пришельцев и пуляешь, там, взрывая весь экран. Ты кто выиграл-то? И что ему за это будет, главное? Ребята, спасибо, пока. Классная, да, роль у парней? И тоже тренировались в три недели. И сейчас поехали в свой гналу, откуда они приехали. Не думаешь? 27 часов полета. Нет, подожди, где у нас Крайз 3-е же делается? Ну, не в Бухаресте же. Нет, там же есть какая-то румынская Крайз студия. Там же них много, на Украине, пожалуйста. Да нет, подожди, Украина занимается Warface, она не имеет никакого отношения к третьей части. Вот они. Кстати, я за нитью повествования в Крайзисе уже где-то на первой части уже потерял все. Здесь все еще связаны персонажи, но история абсолютно другая. Пришельцы-то есть? Есть пришельцы, и главное, что здесь очень смешная такая завязка, что города в будущем накрыли колпаками специально, чтобы до них не добрались пришельцы вот эти. А что-то там то ли не ту кнопку нажали, то ли там вальных положили на пульт управления. Что-то случилось неправильно. Пришельцы, во-первых, попали в эти колпаки, а во-вторых, в этих колпаках произошел там свой микроклимат, появился. И вот, например, в одном из уровней, ну, сейчас, в принципе, мы это видим. Видишь, это город, но он весь затянут джунглями такими. Ну, во второй части тоже было что-то похожее. Ну, здесь это намного все круче выглядит. То есть, вот, я видел Нью-Йорк, который, там, знаешь, такой Чайна-таун. А, подожди, это показывали на видео. То есть, это Чайна-тауна со всеми такими маленькими улочками, там, вывесками, но все это затянуто лианами, корнями, там, и везде живут пришельцы. Выглядит очень необычно, на самом деле. То есть, если первый Крайзис, он взрывал мозг, потому что он просто был очень круто нарисован, то третий Крайзис взрывает мозг, потому что он круто придуман. Да, ну, заметим уже совсем про другое. То есть, если в первой части, это именно отряд супер-бойцов сражается с супер-врагом, в данном случае пришельцы из другой вселенной. Вот. Вторая часть начинается вот именно борьба людей против людей, но в третьей части эта вот история эволюционирует, судя по всему, потому что я не увидел, по крайней мере, ни одного монстроподобного пришельца с щупальцами. Были, были, показывали раньше, у них можно забирать оружие, и там все это на самом деле присутствует. Да, ну, может быть, но сейчас ты увидел фактически люди или человекоподобные, но в любом случае вот как-то все более-менее в рамках. Отлично, у нас сейчас кадр получился на трансляции. Майкл Мур, который держит себя за ухо. Оу, Star Wars, Old Republic, да, которая в скором времени станет бесплатной. Ну, условно бесплатной. Вопрос решенный. Да. До 50-го левела. А какой там максимальный? 50-й. Но потом, видимо, дополнение и всяческий хенд-контент, шмотки, битвы. Но, кстати, я вот сейчас не завидую ему, потому что все уже знают новости про условно-бесплатную игру, про, в общем-то, плохие продажи, про отток игроков. Вот, и задачи... Но здесь самый большой вопрос в том, что это же мега популярная вселенная. То есть этой вселенной вообще ничего не нужно. Но ты вот, по идее, говоришь, чуваки, а я сейчас буду делать игру по «Звездным войнам». Все такие, аааа, и уже скупили твою игру всю, которую ты еще не начал делать. Тебе уже купили всю, и тебе ничего не осталось. Ну, вот видишь, расчет был именно на это. Нет, ну, это мы все так думали, и я так тоже, если честно, думал. Free-to-play option. Ну, собственно, да. То есть это к вопросу о том, и представляешь, вот сейчас вот выйдет дяденька на сцену, ну, допустим, не на Electronic Arts, а там на другой пресс-конференции, скажет, чуваки, мы делаем Doom 4. А люди так... Ага. И никак не отреагируют. Представляешь, ни хлопков в зале, ничего. То есть все забывают или что? Ну, наверное, а главное, что, понимаешь, вот такое, ну, не знаю, не хочу называть это провалом, но, скажем так, такое неудовлетворительное поведение Саватора, мне кажется, в принципе, скажется на играм-полицейзиам. То есть сейчас, как все будут думать, слушайте, но если Звездные войны не заставили весь мир вкладывать деньги и играть сутками, то что же заставит? Да, это на самом деле сложно. А заставила игра про зомби в российской сельской местности. War Z, там, миллион игроков. Вот, ну, то есть никто не знает, на самом деле, что нужно... Это сейчас про War Z или DayZ? DayZ, извините. Вот. Ну, знаешь, как-то не угадаешь здесь, вот, на самом деле. Мне кажется, что, в принципе, по Звездным войнам очень много всего. То есть, может быть, просто это было уже лишним, не знаю. Нет, ну, надо сказать, что и выглядит она до сих пор очень круто. То есть, вот прям хочется взять и вот так... Ну, там, кстати, момент очень клево. А, вот, баунти-хантером играет, использует клевую обилку, которую я всех валил. Вот, ну, мой баунти-хантер, все, он отдыхает на своем корабле уже, не знаю, уже полгода, по-моему. Ну, я вот тоже играл с Ситхом и, в общем, поиграл-поиграл и перестал играть. Ну, собственно, я очень тоже рассчитывал, ждал, но, как видишь, делал даже... Я думал, делал во мне, но, судя по всему, у нас таких много, увы. Видимо, были большие ожидания, и я не знаю, что. Или, в принципе, кризис с жанром МРПГ, я бы вот так сказал. Да, я думаю, здесь «Взвездные войны» не имеют. Так, а мы сейчас... Так, мы сейчас переходим. А, ну, это новая... «Secret World», я так понимаю. Подожди, подожди, «Звездные войны». А, «Звездные войны», ясно. А, ты знал, что? То есть нам просто... А, нам показали очень крутой ролик, как вот люди на улицах вдруг превращаются. Да. И играют в «Old Republic». Кстати, очень крутое промо было «Old Republic» на Times Square. Если ты и наши телезрители видели его, флешмоб. Я видел, да, когда они все выжили. Когда люди идут, да, просто буднично одеты, и вдруг выхватывают мечи. «Дедспейс 3». Очень круто. Вот, «Дедспейс 3» — это разговор. «Дедспейс 3», между прочим, опять-таки, кооператив. Опять-таки, там добавился второй. А ты знаешь, вот, кстати, вот, где я никогда не буду возражать, и возражать, это именно «Дедспейс», в принципе, вселенная «Дедспейс». Нет, ну что значит, ты не будешь возражать? Это же ужасы, как можно? Ужасы, вдвоем! Вот, вот, вот! Не хватало второго игрока. Слушай, ну страшно и напряженно. Но в этом же и суть была. Нет, нет, нет. Ну и все. Нет. Слушай, ну это же... Подожди. Обрати внимание, что очень многие ужастики, особенно игровые, они все равно не проходятся в одиночку. Всегда есть какая-то женщина, которая говорит тебе по радио, что делать. Обязательно есть какой-нибудь напарник, который исчезает эпизодами, но он все равно возвращается. Ну, потому что совсем в кромешном одиночестве. Ну, это уже игра для все-таки, ну, не знаю, для патологически настроенных людей. Все-таки я, честно говоря, с удовольствием хочу поиграть в ужастик именно вдвоем. И как раз вот, чтобы там был примерно такой эпизод. Ты слышал этот шорох? Пойди, проверь. Я прикрою. Нет, слушай, не будет там таких эпизодов. Она уже стала все-таки не ужастиком, а больше таким экшеном. Ты же, наверное, видел там эти битвы с огромными животными. Ну, огромные животные, опять же, нас не удивишь, они были в предыдущих частях. И даже в первой, которая совсем вот просто страшная часть, и напоминает самый страшный космический фильм ever. По-английски называется Event Horizon. По-русски сквозь горизонт. Если вы его не видели, посмотрите. Я, кстати, не видел и очень хотел. Посмотрите, но обязательно прям... Ужасный космический. Вот-вот, советую всем сквозь горизонт. Прям совсем, да? Прям совсем, да. Но обязательно, соответственно, в нужной атмосфере, вечерком, на весь экран и акустику включите и наслаждайтесь. И, кстати... И под одеяло залить. Да, кстати, говорили, что именно... Ну, там нет такого, как в Dead Space, но в целом по духу, по духу вот этого вот такого ощущения ада, создатели Dead Space даже говорили, что Event Horizon повлиял. Вот. Ну, мы видим вот эти вот любимые разработчиками Dead Space моменты с гравитацией, когда все, потолок становится, там, не знаю, полом и наоборот. Кстати, на E3 была очень прикольная фишка с презентацией Dead Space. Я утром, ну, там, каждое утро приносили почту в отель, в номер. Почту, газеты, там, всю эту фигню. И вдруг приходит письмо, запечатанный конверт. Я, соответственно, не понимаю, что это такое, откуда он может быть. Распечатываю его, и там письмо, написанное Айзеком Кларком, который просит помочь ему, потому что его корабль рухнул на планету заснеженную, и вот он не знает, что там делать. И он просил прийти в определенное место на выставке, и там оказалась презентация вот этой игры. Было очень прикольно. Да, вот напомню, что они действительно рухнули на снежную планету, и, собственно, пытаются что-то сделать с этой неприятностью. Айзек находит себе друга, который ходит не в зеленой каске, не зеленым светом из головы, а с красным. Как его зовут, я не помню, если честно. О, слушай, ну, это падение в стиле капитана Шепарда. Ну, во второй части же тоже что-то было похоже. И вот этот момент с полетом тоже был. Ну, понятно, мы можем сейчас... Странно, что показывают эти заснеженные, бескрайние пустыни. Ну, нам покажут, наверное, да? Ну, как я уже начинал фразу, то есть мы можем сейчас кривить губ, так это уже было, это прочее, но Dead Space, это, наверное, лучшая игра про космос за последние, не знаю, 10 лет. Я сейчас имею в виду не просто там космические стратегии и вообще про космос, нет. А именно вот приключения человека в космосе, да? И один человек один на один против тварей вселенной. Вот, я, честно говоря, не знаю со времен, черт возьми, Сайбирии, не Сибири, а Сайбирии вспомнить не могу такого крутого экшена космического. Ты можешь вспомнить? Ну, а, еще была отличная игра Dick, The Dick от LucasArts. Но это, опять же, я вспоминаю какие-то 90-е. Да, это как-то совсем давно. Да, вот так, чтобы прям дорогой космический ужастик, где, опять же, бюджеты, как говорится, налицо, вспомнить достаточно трудно. Да. Да, не могу я тоже вспомнить, но спорить с тобой не буду. Ну, всякие думы тоже не в счет, на самом деле. Хоть там 10-то происходит на Марсе, но это все не туда. Нет, а именно вот с гнетущей обстановкой. Слушай, я тоже в феврале, ну, что же не так в 2013-е? Я прям уж думал, что вот скоро... Ну, у меня Dead Space 2 не пройден, так что я сейчас, я спокоен. А, вот они объявили. InJiveDryide такие, ага, еще год сидеть. Без Dead Space, да. Сами вы дураки. Да, слушай, ну она осталась по-прежнему такой же стрёмный. Вот эти друзья. Причем, я даже не вижу, это Айзек. А, нет, Айзек, Айзек в бело-желтой, да, Гамме? Да, Айзек остался, да, в бело-желтой, и он носит зеленую каску. А вот Руган в красном. В красном он очень похож по экипировке, да, на экипировку N7, известную по игре Mass Effect. Между прочим, у них же вот эти скафандры, они, ну, меняются, то есть можно новые надевать. Вот в этой части появится зимний скафандр, он с такими меховыми элементами. Выглядит очень смешно, такие массивные, здоровые. Ну, кстати, мне кажется, это оммаж и отсылка к фильму «Нечто», и вообще с зимним ужасом. Вся зимняя эта фигня, она очень напоминает. Кстати, по «Нечто» была тоже игра, между прочим, очень крутая. Там был прекрасный момент, который состоял в том, что кто-то из твоей команды мог заразиться. Ты знаешь, вот этот момент, ну, мы сейчас, правда, удаляемся, собственно, от Dead Space, но если кратко просто возражу. Я просто скажу, я по нему скучаю. Нет, я тебе возражу, потому что все эти вот моменты, что в твоем команде мог заразиться, в итоге все это было страшно срежиссировано, да, и заскриптовано. Да, так вот, если бы здесь это было, это было бы очень круто. Представляешь, все время подозревать своего новоявленного приятеля. Вас всего двое. Кстати, там есть... Если это не ты, то стреляй. Там есть очень забавный такой момент в том, что когда ты играешь с другом, то есть когда, ну, реальный человек подсоединяется, у тебя миссии немножко не такие будут, не просто, то есть ты можешь играть один, и будет одна миссия, а если ты играешь с товарищем, то миссия будет немножко другая. Сейчас я спрошу, спрошу сейчас у режиссера трансляции, какой из экранов актуальный, потому что у нас есть некая рассинхронизация. Вот FIFA. FIFA, как правильно говорят. FIFA, да. Мы называем его FIFA. Его. Ее. Ну, что касается FIFA, FIFA, извините, мы можем фактически повторить все то же самое, что мы говорили об NHL, что опять ситуация, ну, ситуация здесь осложняется единственным моментом, что есть серия про Evolution Soccer, которая одно время даже успешно конкурировала и в таких вот про-футбольных кругах считалась настоящей и более крутой. Между прочим, это FIFA Online 3, это не FIFA 13. Это не FIFA 13? Нет, это FIFA Online 3. А я ввел цифру 3, у меня сразу, знаешь, голова сработала, ну, раз есть тройка, значит, 13. Я так и понял, да. Это оно, да. И я уже пошел. Слушай, ну, про Evolution Soccer, она разве такая же лицензированная, вот все, как здесь? А мы ее сейчас увидим, нам показывают. Нет, я про Evolution Soccer спрашиваю. Вот с про Evolution Soccer как раз-то там ситуация в том, что очень много нелицензированного, то есть игра японская делается на более меньшие деньги, чем FIFA, но, опять же, они одно время сумели все-таки достичь совершенства именно в геймплее. То есть по геймплею очень многие люди прямо говорили, нет, все, есть только про Evolution Soccer или PES сокращенно. Вот, а FIFA, это такая, знаешь, телевизионная картинка для телевизионных болельщиков вообще не тру. Вот, но именно в 2012 году, даже в 2011, FIFA 12, она, типа, выходит на, ну, цифра на год больше. Именно в 2011 году FIFA 12 показала класс и многие даже такие вот любители хардкорного симулятора признали, что, черт возьми, подтянули. Вот, по всем статьям. Ну и плюс Electronic Arts работает с российскими командами, представлено в России, и поэтому у нас есть и комментаторы, у нас есть, ну, кстати, опять же, фамилии называть не буду, там один комментатор клевый в FIFA, другой не очень, вот, который не очень, и все прекрасно знают тот комментатор, который не очень. Хотелось бы, чтобы в 13-й части его бы не было. Вот, а, собственно, первый комментатор, который настоящий, футбольный, он крутой. Пусть будет два раза. Он крутой, да. Он крутой и пусть остается. Я знаю, что поразило. И вот, и в целом, вот такими фишками FIFA сложно учиться говорить. Она, конечно, берет. И это здорово, когда игра, не знаю, уважает твою страну, твой футбол и готова вставлять в твою команду и прочее. А вот, кстати, мы как раз, то, о чем мы говорили, чтобы люди не уходили вообще никуда, теперь, вот, видишь, есть вот такие онлайновые всякие штуки, связанные с игрой. И, собственно, поиграв, ты можешь перейти на сайт, потом достать телефон, купить он себе нового игрока, там, все, и никуда вообще больше не выходить. Ну, то, что касается игроков в FIFA, вот так и происходит. То есть, есть люди, которые играют в футбольные симуляторы онлайновые, опять же, больше ни во что. Есть люди, которые играют в футбольные менеджеры, больше играют ни во что. Есть люди, которые играют в FIFA. И в данном случае, это та аудитория, которая готова, вот, именно, больше никуда не выходить, дайте нам просто больше фичей. Ну и правильно, вот они сейчас получают... Так вот, начал фразу и не закончил по поводу реализма и прочего. Меня поразило в Ванкувере, в студии, собственно, которая занимается исключительно FIFA, у них есть огромный ангар, в котором создано все для записи motion capture движений и для съемки внешнего вида футболистов. То есть, там стоят такие коконы, набитые жутко дорогой всякой фототехникой. И сюда человека сажают, изо всех сторон обфоткивают, вот так, чтобы его виртуальный вариант выглядел точно так же, как он. Ну вот, вот... Меня поразил размах всего этого. Да, да, об этом речь, что, в принципе... То есть, это такая прям... Konami тоже, значит, не бедная компания, но все-таки их футбол, вот, на классе, вот он проигрывает FIFA, потому что, конечно, видно, что по оборудованию, по анимации все-таки... Все-таки Electronic Arts может себе позволить вот все, что ты сейчас описал, и действительно это футбол. Кстати, одна из фичей вот новых частей, 12-13, не так давно это появилось. То есть, раньше была же такая система, когда игроки там падают, сталкиваются, у них физика якобы просчитывалась реально, и они очень смешно падали друг на другу, у них загибались ноги, там, руки, они там, знаешь, попадали друг другу, там, в пах носом, и это всех веселило, но, естественно, не очень хорошо отражалось на внешнем виде игры, и вот сегодня на это обратили внимание и переделали полностью эти моменты. То есть, теперь не может один игрок упасть там как-то смешно на другого и вывернуть руку или ногу там не в том положении. Жаль, жаль. Теперь за этим следят. Жаль, потому что есть в сети просто уморительные ролики, как вот эти вот глюки, когда футболисты друг друга въезжают и вместе таким близнецом скачут дальше. Эти ролики, по-моему, были сняты с Альфа, что ли, с старой версией или с какой-то там старой? Ну, не знаю, там обычную, знаешь, ПК-версия. Как-нибудь, ну вот, обязательно согрешит его в этом плане. Ну, может быть, да. Да, и у тебя фрапс включен, ты такой, ха-ха-ха. Случайно. Да-да-да. Ха-ха, выложил на YouTube, собрал 100 тысяч просмотров и радуешься. Вот, ну, мы сейчас пропустили, да, нам показывали, как растут у тебя очки после матча из-за каждой голы. Ну да, очки-то умные, что-то умные. Ну, то есть, вот, то самое, да, нам подключают сервис, нас фактически поселяет в семью таких же футбольных фанатов, как мы сами, и вот мы там начинаем общаться вместе и соревноваться уже не просто там выиграл-проиграл, а непосредственно, опять же, жить, качать команды и, соответственно, получать фану. Ну, то есть, такое объединение глобального менеджера и симулятора. То есть, ты играешь... И в социальной сети, конечно. И в симулятор, и в менеджер. Ну да, и в социальную сеть для общения, так, да. Ну, то есть, те люди, которые ваши знакомые увлекаются фифой, вы, в принципе, можете их потерять. Я не... Или потерять, или стать такими же, как они. Фифа. Да, он говорит, я слышал, он говорит, что фифа, но... Не перевычит, знаешь, это с детства, с детства. Камано, Маганоц, Уефа, Уефа, вот, FIFA, вот, она говорит, что FIFA. Подожди, если мы уже видели, что появились, собственно, все игры и сейчас уже FIFA, то что же дальше это будет? Я имею в виду по программе. Как ты думаешь? Я не помню, турок, они издают. Турок? Да. Про динозавр-хантер? Да. что-то я видел так. А почему даже, с чего это вдруг они издают? Ты спроси еще дум, не они издают. Дум, да, пожалуйста. Можно дум? А можно дум увидеть? Да, типа, Кёльн, можно на связь, пожалуйста? Вот оно. И знаменитые комментаторы. И руни. Давай, вот я сейчас обращусь к футбольным болельщикам российским. Давайте подпишем петицию, чтобы вторым комментатором обязательно сделали господина Орлова. Те люди, которые смотрят футбольные трансляции, меня поймут, поймут иронию. И, ну, согласитесь, как-то будет клево, что в каждой трансляции нам обязательно будут рассказывать про Зенит, и это будет очень смешно. Это видел? Причем знаменитый ролик на Ютубе, когда какой-то армянский комментатор или что-то такое. Дагестанский комментатор. Который очень быстро говорит. Да, да, да. И вот он, 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 его нужно включить. Как минимум, можно голосование. Можно неофициальным патчем, как раз вот за дополнительные очки или за деньги, просто, ну, любители. На самом деле, чтобы вот так быстро говорить и чтобы компьютер быстро просчитывал и подбирал нужные выражения, ну, это, мне кажется, работа такая для программистов, в первую очередь, серьезная. Представляешь, какая-то будет фишка в игре? Я думаю, что продажи на 35-45 процентов просто в России. Обязательно прям пум. А в Дагестане на 80. Да. Скачивание. Вот нам про фишки рассказывают. Я вижу Спартак, кстати. Да, он есть. Мы, кстати, по-моему, опять обгоняем нашу трансляцию, потому что не смотрим ни в тот монитор. Спартак только что начали показывать. Ну, видите, мы предупредили вас, что в правом, точнее, в левом верхнем углу обязательно появится Спартак. чем покорять Европу, Electronic Arts знает, поэтому, как видите, футбольному симулятору посвящено сейчас, по-моему, самое большое время из всех презентаций. Ну, в Германии футбол, может быть, не как в Англии популярен, но все равно тоже один из самых популярных видов спорта. Если бы мы сейчас находились на Е3, то вместо FIFA мы бы смотрели вот ту самую 10-минутную трансляцию только уже Maiden NFL. Это как раз английский, национальная футбольная лига американская про вот этих вот парней с плечами и в масках. В намордниках. В намордниках. Ну, там сказали, что демо будет доступна 11 сентября. Угу, как раз все вернутся скоро. Ну, это как раз игра для европейского рынка в первую очередь. То есть, это, наверное, одно из самых главных отличий презентации Electronic Arts в Америке и в Европе. Там американский футбол, здесь футбол, который Америке презрительно называют soccer. А у нас было бы, наверное, Need for Spitz как самый полярный. У нас? Crysis. Не, ну как, Crysis? Батла, батла, ребят. Батлашечка, как же. Ну, кстати, хороший вопрос ты поднял. Вот, кстати, видел, сейчас вот упали два человека и упали. Красиво упали. Красиво упали. Красиво упал, побежал, смотри, как они стоят, что ему надо. Слушай, в Electronic Arts же участвуют в игромире, я не помню, с этими отказами одной компании, другой. Что происходит с игромиром сейчас у нас. Electronic Arts присутствует? Я помню, что отказались. Не присутствует. Жаль, видишь, тогда мы не сравним презентации. Ну, можно, думаю, узнать просто. Кстати, да, те, кто собирается на игромир, вот смотрите сейчас, потому что это вот последняя такая глобальная презентация товаров Electronic Arts на этот год, потому что, видите, вот по, не знаю, каким-то причинам, известным только Electronic Arts и организаторам Игромира, в этом году игр там представлено не будет этой компанией. Что на самом деле сделает немножко Игромир беднее? Ну, Electronic Arts делает свои собственные презентации. Беднее в каком смысле? Не в плане того, заноса бабла за строительство стендов, ну, а в плане зрелищности, конечно, потому что, я помню, в прошлом году павильон одного Battlefield занимал там чуть ли не треть. Так, опять вышел Питер Мур. Ты опять опередил и сделал. Я забываю, о куда смотреть. Да, FIFA looks fantastic. Ну, с этим нельзя не согласиться, мы полностью поддерживаем Питера Мура в этом, потому что Потому что они работают над этим каждый год, чтобы она выглядела вот именно фантастикой, и это как бы нормально абсолютно. Ну, я не знаю, мне интересно, к Konami готовы ответить, и какие шаги они сделают, это даже так интересно, такая интрига. Ну, вот, в 2011 году у них ответить не получилось. Ой, кстати, человек говорит на немецком. у нас, да, в этом и состояла шутка, что часть трансляции была немецком, никто ничего не понял. А вот, видимо, и финал, все. Сейчас, я думаю, будет какой-то завершающий ролик всего этого. Так. А, это, по-моему, ролик Origin, где будут показаны все их вообще проекты, связанные одной сетью. то, что нам показывают, это действительно похоже на какую-то социальную сеть, и, видимо... Это Origin и есть, это все вместе, рядом. То есть, никаких сенсаций мы не увидели, если они есть, то они за кулисами, наши журналисты, которые, надеюсь, не пились еще немецкого пива и еще... Крольша. Да, вот они показывают, что... Какого крольша? Пришли балки, попросили его. Да, нам показывают все проекты, которые, в принципе, анонсированы на данный момент. И очень важно, что Electronic Arts теперь еще принадлежат игры, такие как Plants vs Zombies, Bejeweled и прочее. Вот эти все спортивные вещи. Ну, как мы уже говорили, задача Electronic Arts превратить Origin в вашу домашнюю стартовую страничку. Вот, они все будут делать для этого. Вот она объединяет людей, объединяет проекты все. Любите кататься, любите и саночки возить. Любите и катайтесь. Любите и катайтесь, и любите Origin, потому что без него проекты Electronic Arts, видимо, не то, что запускаться, а, в принципе, устанавливаться даже, скоро перестанут. Вот, ну, опять же, нам эта схема знакома. Валва сделала себе имя, таким образом. Да, все, на этом мы заканчиваем. Он побежал, Слава Мастинский побежал. Слава Мастинский побежал сразу в направлении пивного паба. Так, перевозчиков подняться не может с кресла. Ну что ж, оставляем парней в Кельне. Всем привет нашим, тем, кто смотрит, как нормальные люди. Не там, по Кельным разъезжает, а кто смотрит у нас на сайте вместе с нами. С вами были Виктор Зуев. Вам привет, пока. И Александр Канунин, у которого день рождения. Вот, и мы тоже отправимся сейчас за крошем. Всем пока. Пока.